так друзья всем привет добро пожаловать на канал гаджеты обзор металлопоиск это у нас техно блока я его авторы постоянный ведущий меня зовут александр в этом видео мы с вами снова говорим про авто тему конкретно мы будем сейчас пытаться произвести замену масла на автомобиле конкретно марки kia методом вакуумирования то есть извлечение масла посредственно из двигателя не заезжая ни на яму не обращаясь не в сервис то есть самостоятельно немножко более необычным способом чем это делается чаще всего что же погнали сразу после заставки и так значит рассказываю что мы тут изобрели взяли банку просверлили в ней две дырочки вставили две трубки и их запаяли чтобы было герметично в принципе можно наверное заклеить или чем-то еще там загерметизировать чтобы воздух не пропускался значит из одной трубки мы соответственно воздух высасываем чем угодно насосом каким-нибудь который вас позволяет именно всасывать то есть создать там давление внутри вторую трубку мы погружаем соответственно в горловину нашего маслозаборного щупа показателя уровня масла соответственно щуп на это время мы удаляем вот и туда мы собственно говоря и погрузим наш второй шланг конкретно мы для того чтобы создавать давление используем холодильный компрессор у нас он здесь присутствует в этой коробке вот и одна из трубок как раз таки будет всасывающий вот насколько сильно давление хватит ли его сейчас мы все будем смотреть практически нас а тут какая-то летает нас тоже и жутко интересно что же за эксперимент мы тут ставим ты главное не кусайся только зараза вот смотрите на давление есть погружаем трубку горловину и наблюдаем у нас должно масло пойти по этой трубке и соответственно она будет по трубке попадать в банку когда банка наполнится маслом мы ее соответственно освобождаем то есть снова потом следующий цикл пойдет идея такая сейчас практически увидим получается у нас или нет вот так толстого то у нас трубка пока сделаем паузу и возьмем трубочку потоньше просто махнули трубки местами 2 трубка на потоньше и наблюдаем смотрите ребята чего мы видим полилось масло смотрите с какой скоростью оооо смотрите как льется как наполняется баночка у нас вот такая вот до компрессор как-то без шумно стала работать потому что на заряжении все просто вытягиваем масло прямо из двигателя смотрите на пузырится она свеженько еще горяченько машин недавно ехала и нам нужно будет сейчас остановиться во время это мы выливать будем масло куда тогда получается будем его переливать в другую емкость заготовим сейчас ее и так мы собираемся практически 90 процентов масла двигателя вытянуть а потом залить туда свежие вот такой вот метод работающий на самом деле не совсем были уверены что все получится но вот как видите все работает очень хорошо вместо компрессора холодильного можно использовать более-менее подходящий насос главное чтобы было лодочный насос можно лодочный еще кое-то главное чтобы не было на всасывание трубочка так освобождаем соответственно почти наполненную банку от масла от этой отработки переливаем его в другую емкость для этого тоже используем самодельные такие вот емкости еще одну пластиковую бутылку и воронку сделанную тоже из пластиковой бутылки полтора литровой все наполняем по идее у нас отработка вся должна в эту бутылку как раз аккуратно и поместиться 4 литра носить 5 литров но в любом случае она поместится сюда даже если 5 было бы 5 вошло бы так отлично идем следующую порцию выкачивать тик тик что-то вот болтается но как-то не идет вот немножко экспериментируем с трубками взяли еще одну для наращивания чтобы было поудобнее но вот чуть не происходит от давления и вот всю сплюснула и поэтому масло идет существенно медленнее просто капает это получится дольше нам ждать сейчас чуть еще пытаемся с трубочками сообразить еще раз трубками тут пошаманили немножко а вот теперь полилось 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 струйкой хотя бы уверенный струйкой течет вот это другое дело дело пойдет побыстрее в общем давлением конечно трубки пытается смять поэтому трубочки надо по возможности подбирать может быть чуть-чуть пожестче ну и ориентироваться на толщину отверстия в них два-три миллиметра было бы оптимально здесь вот была трубка влечо совсем такая была трубочка или побольше миллиметра маловато ой там поглубже наверно сейчас было хорошо тепло ближе к концу уже будет маслозаборный шланг он будет уже забирать воздуха либо загибается в тот момент и там уже нужно искать более удачное положение чтобы он не загнулся забирал масло тяну затягивал потихонечку вытягиваем остатки мы закончили слив значит у нас получилась одна банка почти полная еще вот чуть-чуть чуть меньше половины в общем практически все маслом не извлекли сейчас будем заливать новое масло так наливаем масло так залили ждем пока устаканится щупом будем измерять вставляем в ранее уже слитое остатки и смотрим сколько в итоге масло нам удалось из двигателя вытянуть методом вакуумации чтобы было понимание да так вот нас пяти литровая по моему ну литра 3 наверное здесь или скрыть лишним 3 с хвостиком литра то есть у нас получается значит сейчас мы когда в двигатель заливали масло у нас туда из четырех купленных литров ушло 3 литр остался ну чуть-чуть там погрешность какая-то то есть там есть какая-то погрешность понятно в общем 3 с чем-то мы вынули из двигателя и 3 с чем-то туда и залили то есть в общем то осталось скорее всего старого масла там но немного так ну что масло залито до соответствующих нормативных значений в принципе можно эксплуатировать автомобиль дальше на этом мы видео заканчиваем любые ваши комментарии можете оставить под видео если видео понравилось не забываем поставить лайк подписываемся на канал делимся ссылками на видео с друзьями в социальных сетях и мессенджерах всем удачи пока пока